Компьютер и таблицы В этом модуле вы узнаете, как применяются таблицы погружений и поймете важность понятия кривая безопасности или бездекомпрессионный предел. Увидите, как компьютеры облегчают ваши погружения, рассмотрите правила поведения в непредвиденных ситуациях и узнаете, как следует вести себя в особых ситуациях во избежание возникновения эмболии. Таблицы погружений Теперь вы уже знаете многие секреты техники погружения и даже то, как газы взаимодействуют с человеческим телом согласно теории Халдейна. Рассмотрим более детально этот аргумент на практике, чтобы понять, как нужно себя вести при погружениях, соблюдая максимальную безопасность. Для расчета поглощения и выведения инертных газов разными тканями Халдейн разработал экспоненциальный закон. Чтобы его определить, достаточно одного параметра – периода полунасыщения, то есть времени, за который гипотетический тканевый компартмент, математическая модель, описывающая вид ткани, достигает своего половинного значения по отношению к состоянию полного насыщения. Изначально ученый считал человеческое тело единым компартментом, характеризуемым только одним периодом полунасыщения, которое необходимо было установить опытным путем. Но человеческое тело – это не однородная масса. Оно состоит из разных тканей с различной характеристикой. Исходя из этого, Халдейн предложил представить тело набором из пяти тканевых компартментов, для каждого из которых он определил время полунасыщения, равное 5, 10, 20, 40 и 75 минутам. Для каждого из этих компартментов экспериментальным путем был определен максимально допустимый уровень перенасыщения – M-значение. Основываясь на этой теории и на схожих параметрах, американский морской флот US Navy установил для различных комбинаций глубины и времени погружения необходимую декомпрессионную процедуру для предотвращения возникновения эмболии. Эти процедуры были проверены военными опытным путем в гиперборической камере и под водой, и впоследствии были приняты спортивными дайверами во всем мире. Благодаря проделанной работе стало возможным определить кривую безопасности, которая устанавливает связь между максимальной продолжительностью погружения и максимально достигнутой глубиной. Выполнение погружений при соблюдении кривой безопасности позволяет подниматься на поверхность без необходимости обязательных остановок на определенных глубинах. Таблицы погружения PSS выведены на основе таблиц US Navy, но в отличие от оригиналов они максимально упрощены. Следовательно, они очень просты в использовании. На красной верхней полосе указывается максимально достигнутая глубина с интервалами в 3 метра. На серой полосе под ней указана соответствующая максимальная продолжительность погружения для каждой глубины, выраженная в минутах. Все величины нужно округлять к большему. Иначе говоря, если не найдете интересующую вас точную глубину, используйте следующую величину в таблице по возрастающей. Приведем примеры из практики. Предположим, что вы хотите провести погружение с пляжа на глубине 8 метров. На таблице не указана колонна 8 метров, следовательно, вы должны учитывать следующую величину в таблице, то есть 9 метров. Таблица указывает, что ваше погружение может длиться до 120 минут. Однако, если вы погружаетесь с лодки и спускаетесь на глубину 16 метров, ваше максимальное пребывание под водой уменьшится до 40 минут. Помните, что под понятием «глубина» понимается максимально достигнутая глубина. Даже если вы спустились на 18 метров на несколько минут, проведя при этом остаток погружения на 9 метрах, следуя таблицам, вы должны учитывать в качестве максимальной глубину 18 метров. Поэтому важно, чтобы глубиномер указывал не только настоящую глубину, но и глубину, максимально достигнутую при погружении. На самом деле, эти таблицы рассчитаны только для погружения прямого профиля, когда все время проводятся на одной глубине. В отличие от компьютеров, они не предусматривают возможности многоуровневых, выполненных на разных глубинах погружений. При выполнении многоуровневого погружения лучше, если вы сначала опуститесь до максимально выбранной глубины, а потом постепенно будете подниматься. Избегайте пилообразных погружений, которые характеризуются многократным и резким изменением глубины. Для безопасного погружения очень важно постоянно соблюдать скорость спуска и подъема, указанную в таблицах. Что касается таблиц PSS, в них указано, что спуск должен осуществляться при скорости 20 метров в минуту, а подъем при скорости 10 метров в минуту. Максимальная продолжительность погружения, указанная в таблицах PSS, включает в себя время спуска и подъема на глубину до 5 метров. В таблицах не учтены случаи, когда вы долго плыли против течения и устали, вам было холодно или вы чувствовали себя плохо. В этом случае было бы предусмотрительно учитывать в таблицах глубину на 3 метра больше реальной. После вспоминания на поверхность, нам необходимо время, чтобы высвободиться от избытка инертных газов, еще растворенных в тканях нашего тела. Согласно таблицам PSS, для этого требуется 12 часов. Если мы хотим вернуться в воду раньше, необходимо выполнять повторные погружения. Поскольку в нашем теле уже присутствует избыточный инертный газ, растворенный в тканях, максимальное время повторного погружения сокращается, в зависимости от времени, проведенного на поверхности, называемого поверхностным интервалом. Если между первым и вторым погружениями пройдет меньше 10 минут, можете считать, что вы совершаете одно длинное погружение. Если же поверхностный интервал длится более 10 минут, необходимо использовать таблицы повторных погружений. Под указанием максимального времени первого погружения находятся белые и серые горизонтальные полосы, характеризуемые поверхностными интервалами. Для каждой глубины указано максимальное время погружения, уменьшенное с учетом избытка инертных газов, еще присутствующих в тканях вашего тела. Как вы заметили, минимальный интервал между двумя погружениями составляет 41 минуту. Таким образом, перед повторным погружением должно пройти по крайней мере это время. Еще одно важное правило повторного погружения. Каждое погружение должно быть по крайней мере на 6 метров менее глубоким, чем предыдущее. Если, например, вы совершили погружение на глубину 18 метров, повторное погружение должно произойти на глубине максимум 12 метров. Максимальное время этого повторного погружения зависит от поверхностного интервала. Если прошло 2,5 часа со времени первого погружения, вы можете опуститься на глубину 12 метров максимум на 33 минуты. Если же вы хотите совершить более длительное погружение, поверхностный интервал должен быть больше. Если, например, вы хотите остаться на глубине 11 метров на 40 минут, вы должны спускаться по колонне 12 метров, округлить к большему, пока не найдете время, идущее сразу за 40 минутами. В нашем примере вы должны выбрать 45 минут, которым соответствует минимальный поверхностный интервал 2 часа 59 минут. Если поверхностный интервал больше 12 часов, можете планировать погружение так, как будто речь идет о первом погружении. Подводный компьютер Подводный компьютер дает большие преимущества по сравнению с использованием таблиц. Этот инструмент осуществляет все расчеты в режиме реального времени, постоянно контролируя состояние газов в компартментах. Таким образом, многоуровневое погружение может длиться намного дольше. Повторные же погружения не имеют минимальных ограничений поверхностного интервала. При включении компьютер проверяет состояние батареи и обычно указывает смесь, на которую он настроен, воздух или NITROX с процентным соотношением кислорода выше 21%. Во время погружения на дисплее указаны Настоящая глубина, то есть та, на которой вы находитесь в данный момент Время, прошедшее с начала погружения Максимально достигнутая глубина во время погружения Время, оставшееся до предела кривой безопасности, не должно опуститься до нуля Если вы всплывете на несколько метров, вы заметите, что это время возрастет, поскольку вы выполняете многоуровневое погружение Все эти данные обновляются каждые несколько секунд В компьютерах имеется множество звуковых сигналов тревоги, которые нужны для привлечения вашего внимания к какому-либо важному моменту, как, например, слишком высокая скорость всплытия Некоторые компьютеры наказывают вас за слишком быстрое всплытие сокращением максимального времени пребывания под водой Даже если многие компьютеры измеряют температуру воды, они не могут знать, что вы устали или простудились во время погружения В этом случае вам следует быть более осторожными Остановка безопасности и экстренная декомпрессия Теперь вы поймете, почему максимальное время погружения должно также включать в себя время всплытия до глубины 5 метров Во время любых погружений при всплытии рекомендуется останавливаться на глубине 5 метров на 3 минуты для выполнения остановки безопасности Это позволяет понизить уровень перенасыщения быстрых компартментов, то есть обладающих меньшими периодами полунасыщения Обычно остановка безопасности указывается и компьютером Во время этой остановки вы сможете проверить, соответствует ли ваша глубина и время кривой безопасности Если эти данные соответствуют, выдержите время остановки и всплывите В противном случае примените процедуру экстренной декомпрессии Эта процедура проста И если продолжительность погружения превышает указанное в таблице максимальное время на менее чем 5 минут Вы должны сделать дополнительную остановку 5 минут на глубине 5 метров По окончании которой следует совершить и остановку безопасности Если же продолжительность погружения превышает указанное в таблице максимальное время на более чем 5 минут Вы должны провести на глубине 5 метров как можно больше времени, не менее 15 минут И еще раз обращаем ваше внимание на то, что речь идет об экстренной процедуре, которую не следует выполнять регулярно Говоря об экстренных ситуациях, посмотрим, что нужно делать, если во время погружения ваш компьютер внезапно выключится Или покажет явно неверные данные Если до поломки время, указанное до предела кривой безопасности, было больше нулевого Достаточно спокойно подняться на глубину 5 метров и остаться там хотя бы на 5 минут Если же время, указанное до предела кривой безопасности, было на нуле Или, что еще хуже, компьютер сообщал о необходимости делать декомпрессионные остановки Поднимитесь на глубину 5 метров и останьтесь там как можно дольше В обоих случаях перед новым погружением должно пройти по крайней мере 12, а лучше 24 часа Некоторые ограничения Погружение подходит к концу и вы начинаете всплыть На поверхности компьютер указывает новые данные Например, он показывает время, необходимое компартментом для выведения всего избыточного инертного газа Чтобы следующее погружение не стало повторным Еще один сигнал, который может появиться Аэроплан, перечеркнутый или с надписью НЕТ Он сообщает вам, что нежелательно подниматься в горы или лететь на самолете до истечения указанного времени Если вы совершали погружение по таблицам PSS, прежде чем подняться на высоту, подождите хотя бы 12 часов Если погружение не было повторным и без экстренной декомпрессии Или 24 часа во всех остальных случаях Следует также помнить, что эти таблицы рассчитаны для погружения, совершаемых на уровне моря или на высоте до 300 метров В случае погружения на большей высоте, необходимо придерживаться особых правил, которым вы сможете обучиться, посещая специальные курсы Все подводные компьютеры располагают особой функцией для погружения на высоте Еще одно преимущество использования подводного компьютера В следующем модуле вы ознакомитесь с морской средой, затронете тему волн, течений и прильев Научитесь оценивать степень риска, представляемого морской фауной, и соблюдать правила защиты окружающей среды Ознакомитесь с некоторыми увлекательными видами подводной деятельности До следующих встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин